здравствуйте канал максимазы и как я вчера обещал мы будем проходить игру detroit стань человеком как баранкин стать человеком короче игра называется detroit become human игра про будущее где кругом андроиды блин бегают роботы надеюсь нашим будущем такого не будет и короче в чем мы фишка этой игры да ладно откуда ты это знаешь дай мне договорить сначала блин в этой игре сразу есть русская озвучка все очень удобно мне не придется ничего озвучивать самому и фишка этой игры в отличие от gta например не в том что надо бегать где-то угорать а то что здесь часто нужно принимать свой выбор что говорить и думать о последствиях начинаем новую игру 15 августа 2038 года это далекое будущее дорога прекрасно мне не придется ничего озвучивать android мы играем за робота который очень похож на человека только с каким-то огоньком на голове умоляю вас спасите мою девочку стойте вы посылаете андроида что вы что вы делаете это андроид спасет так называемую девочку разыскать капитана алин я в курсе иди давай блин капитан алин мое имя кон андроид прислали из киберлайн это человек по всему что движется уже подстрелил двух моих людей снайперы вы сняли он же стоит на краю если упадет вместе с ней вам известно имя да без понятия это важно мне нужна информация чтобы выбрать подход у этой машины ранее уже случались бои слушай сейчас главное спасти ребенка либо ты разбираешься с этой странной машиной либо разберусь я на но он говорит как нормальный человек как говорили например кренги из черепашек ниндзя они говорили как то примерно так своих роботы телах те кто работают здесь должны отмечать так называемую табельную карту в так называемых табельных часах короче надо осмотреть все здесь блин а такое вот управление мне не нравится конечно это Даниэль самый клевый андроид на планете ну поздоровайся привет ты мой лучший друг мы всегда будем вместе понятно Даниэль понятный ребенок выстрелов вообще не слышал Пулевое ранение Джон Филлипс 355 калибр Че серьезно что ли Много очень Понятненько его выстрелили когда он встал И так а че дальше то делать В смысле Это все же Основан тот чувак выстрелил в него понятно все А еще и выйти нельзя отсюда А че делать то Алле Отец что то держал в руках Сейчас посмотрим что Планшет улетел туда А вот все понятно Планшет вылетел Ну нажал давай быстрее Планшет заказ на андроида 5-10-40 зарегистрирован Чеберлайт благодарит вас за покупку Планшет Так чего мы ждем пристрелить его и все Назад Не подходи не то я прыгну Нет не надо я тебя умоляю Давай 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 Даниэль Откуда? Моё имя Коннор Ты знаешь моё имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Ты в ярости, Даниэль. Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. И я хочу, чтобы все прошло. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет она. Ты слышишь? Ты неисправен, Даниэль. У тебя произошел программный сбой. Тебя починят, и все снова будет хорошо. Не надо меня чинить. Я знаю, что я исправен. Просто у меня глаза открылись. И я больше никому не позволю себя унижать. Никогда. Как же меня бесит этот звук. Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Все, ситуация под контролем. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И... 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 Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты убил людей. Теперь тебя уничтожат. Вариантов нет. Но убив ребенка, ты сделаешь только хуже. Всю свою жизнь я исполнял приказы. Теперь сам буду решать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok понятненько да вот я когда первый раз играл у меня получилось по-другому у меня девочка упала с ним вниз а этот а конор короче выжил в этот раз все получилось наоборот 5 ноября тысячи в 2038 смогут на сегодня самая лучшая Ну, Зоя, пойдем. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. Ой, блин, успех. Сейчас на эту модель действует особое предложение. А это тоже робот? Ё-моё. Это делает любую работу по дому. Следит за садом, водопроводом, чинит краски. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Так, ну а вот так почем будет? Это LP800, чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже функция, а больше бесит этот случай. Ну вот она. Ну, конечно, запили бы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслась? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькое, но пришлось систему сбросить. То есть память у неё стёрта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ400? Запиши своё имя. Моё имя Кэра. Вот так вот. Великий нам всем Детройт, блин. Немного напоминает, кстати, Liberty City из GTA 4, чем-то даже напоминает. Я смотрю, будущее у нас такое вот интересное. Что теперь у нас роботы бегают, бегать будут. Но надеюсь, что в реальной жизни этого не будет. Будет, наступит 2038 год. Я обязательно на канале Максимадзе сделаю видео о том, правда ли в Детройте пиком Хюмэн оказалась или неправда. Ждите через 18 лет. Кругом одни андроиды, да. Вышла, кстати говоря, игрушка эта в прошлом году на ПК, а годом ранее в 2018 на консоли. Вроде бы она неплохо оптимизирована. У меня всё отлично работает. Пятый ноября того же года. Опять. 2038 год. Добраться до магазина краски Беллини. Я вот... Сюжетка вроде бы тоже как сериал примерно, но я даже не знаю, как разделить это на сезоны. Можно ли это на сезоны разделить? Пусть пока будут просто, типа, серии. Пусть просто будут серии. По очереди. И всё такое. Нажмите, так... Собрать заказ в краске Беллини. Это где-то... Где-то здесь должно быть пудрико. Мы уже играем за другого чувака. Игрушка я бы не назвал бы её, коротенькая, она довольно длинная. Но, мне кажется, Red Dead Redemption 2 длиннее. Без них мы уже как без рук. Они у нас в домах, в школах, на фабриках. Работают за нас. Детей наших учат. О стариках заботятся. Кто глаза таращит в демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты, сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Мы уже не проживём без рабов, исполняющихся наши мелкие, жалкие желания. Да, после этого, возможно, действительно, люди будут сидеть на жопах и толстеть. Как, помните, видели мультфильм Валли, называется, про робота? Там, где землю всё покинули, и в космическом корабле все передвигались на креслах, и из-за этого все были толстые. Вот, не хотелось бы, чтобы в будущем такое произошло. Какой был у насморка. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас 63 доллара. Подтвердите платёж. Платёж подтверждён. Транзакция выполнена. Да, ни здрасти, ни до свидания, конечно. Почему ни здрасти, ни до свидания? Да, то есть, уже больше напоминает, кстати, реальную жизнь. Мы играем за робота, я управляю с помощью клавиатуры этим роботом. Ну, и с помощью мышки, конечно. Левый контрол. А, ну, понятно. Управляем камерой. Графика. Графика довольно красивая, и у меня ничего не лагает. Вроде как. Автобус, да, я в курсе, где автобус. Где-то там, бля. Да, мусорки вообще маленькие. Узкие. Автобус. Там, господи, автобус. Я думал, нам надо в тот садиться, а вон туда. О, бунт устраивает. Другой автобус, оказывается, тоже. Другой автобус, оказывается, тоже. О, тут уже что-то подтормаживает. Блин, ну, лагает, лагает, лагает. Плохо, что лагает. А, еще одно задание выполнено. Продолжить. Продолжить. Ты идёшь? Ой, блин, Владимир. Тебя не было две недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и всё по части... Чтоб её, куда опять подевалась, мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это, Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тут. Начинай тут, потом второй этаж. Да, терпеть не могу уборку. Телевизор. Не работает машина. Да уберись, блин. Да. Может. Но я посмотрю, что надо. Да собери, блин. Да, на том-то самом месте, давай. Берни. Так. Алиса. Алиса. Продолжение следует... 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 так что там дальше то они все говорят за меня мне даже говорить нечего чего делаешь я играю играешь я все вижу думаешь папка мерзавец неудачник сидит на жопе работу не ищет а ты что думаешь я не пытался чтобы я не делал какая-нибудь сволочь все мне портит да я же все понимаю прям по глазам ты меня ненавидишь говори ненавидишь ненавидишь как все тормозит господи что я делаю прости зайка прости блин отстает все прости зайка прости прости ты же знаешь я тебя люблю ты это знаешь отлично алиса могла ключ отдать по моему я когда первый раз играл я получил какой-то ключ да в общем надо графику менять до минимума вообще потому что просто все тормозит но сейчас короче закончим на этом потому что это уже долго наверное прошло но О, можно в зеркало на себя посмотреть. Да, отражение в зеркалах-то хорошо сделано, нормально. А то вот, например, есть игра Мафия, Мафия 3. В Мафии 3 я вот очень сильно вообще офигевал от отражений в зеркалах. Пару раз, честно говоря, даже становилось не по себе, когда я рассматривал свой затылок или кусок башки. А здесь все нормально. Здесь все сделано хорошо. Ладно, на этом мы закончим эту серию. С вас лайкос, подписывайся с меня на эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok